культовый мексикано-американский рецепт чили кон карне я думаю что мы сделаем прям такую рубрику культовые рецепты потому что чили кон карне несмотря на то что это выглядит все как куча тушеного чего-то это на самом деле очень вкусно и не зря люди со всех уголков мира готовят его и причмокивая потом еще едят облизывая пальцы мясо обязательно говядина и мне нужен фарш поэтому у меня готова мясорубка для того чтобы ее стартовать и все значит я все ингредиенты но вы постоянно баните что там типа у нас такого нету я короче все ингредиенты покупаю в радиусе 50 метров от своего дома всякие низкопробные магазинчики где что есть вот смотрите в этот раз я взял азу почему я взял азу потому что она все зачищенная понятно что она из отходов как бы от обрезков сделано но здесь нет ни одной жилки ни одной это очень важно потому что мясорубку то как бы жалко там жилы нам она наматываются все это выдавливается короче у меня здесь значит 400 и 400 800 граммов говядины которые потом превратятся в 400 при вытушивании и тогда чуть не не значит пора все короче вообще прям вот так раз она нарезанная она жилована очень удобная к приготовлению использованию мяса еще вариант такой есть то есть если у вас есть доступ к мраморной говядине конечно американцы готовят из мраморной говядины культовые американо-мексиканский рецепт ноги то растут из мексики а вот приобрел популярность он в америке значит в жирном мраморном мясе такой продается типа называется тримминг рибай с триплоин там вырезает вырезают все это вырезают остается вот эти вот ошметки жилы убираются потом это все нарезается и такими кусочками его используют для бургеров бургерные все покупают тримминг продать его как кусковое мясо тяжело поэтому он низкий по цене и а мясо жирное американцы любят то пожирнее вытапливается они прям бросают фарш и ждут когда из него начнет вытапливаться жир и уже потом добавляют какие-то доп ингредиенты у меня в моем случае постный фарш но я маслица добавлю в процессе так здесь у нас закручена врубаем первую скорость когда повара даже гордон рамзи бывает как вот так берет нож скрип начинает скрести лезвием я прям всегда так делаю у меня аж прям все везде мурашки будет по коже как же можно скрести ножом вот эту штуку так мясорубку убираю да кстати про бытовую технику это наши спонсоры пробую бытовую технику внизу в описании вы очень редко читаете описание вот по ссылочкам переходите реально много всего интересного значит у меня две сковородки можно это делать в кастрюле и в сковородке но мне удобнее это делать в двух сковородках значит фарш у меня готов значит целые зубчики мне не нужны поэтому я их давлю так довольно крупно порубите в американских магазинах есть даже специальная смесь специй для chili con carne но сами американцы они готовят с минимумом специй но добавляют большое количество вустерского соуса в котором уже содержится и гвоздика и все прочее с помощью соуса мы добавляем специй они с помощью самих специй чеснок до маслица небольшое количество потому что нам потом еще нужно будет масло добавлять в овощи и сразу же фарш чеснок дает аромат и вот он фарш я прокрутил на самой крупной терке терке говорю на самой крупной сетке черный перец сразу же чтобы он нагревался от сковородки давал все ароматы да наверняка все задавали себе вопрос зачем такая крышка такая кругленькая и больше можно же просто заподлицо крышку сделать вот для этого во всех мельницах такая тема но некоторые умные производители в кавычках делают заподлицо крутишь крутишь потом начинаешь ее открывать он весь высыпается все теперь чтобы не образовывались комочки нужно помешивать 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 на сильном огне чтобы фарш был весь крошкой пусть фарш жарится переходим к овощам из овощей у меня нарезанная морковка стебель сельдерея вот здесь две небольшие луковицы а вот тут остатки от перцев короче отход от перца вот этот я весь превратил в кубик он тоже идет туда и обязательно перец чили да вот который называется пири пири я уже говорил что мне его прислал один великодушный подписчик за что огромное ему спасибо это малюсенький перчик который доходит до полутора миллиона скобелей в своей остроте острый чили кон карне да должно быть острое все пока его не добавляю чуть позже чили надо добавлять в конце потому что иначе не сможете заниматься приготовлением пары начнут выходить вы будете чихать и кашлять так сначала твердые хотя здесь в принципе не имеет вообще никакого значения в какой последовательности вы будете тут все это сыпать и жарить почему делаем на двух сковородках потому что мясо дало сок а нам нужно чтобы овощи жарились они варились отправляю лук отправляем морковь сельдерей сковородку добавляю перец мясо обжариваем до тех пор пока овощи будут наполовину готовы овощи обжариваем до полуготовности мешаем изредка чтобы они хорошенько там прижарились следите за тем чтобы вот этот сок весь мясной полностью не испарялся вот видите мясо уже подварилась сок чуть-чуть получился все пора перекладывать тем более что овощи уже наполовину готовы поэтому сюда конфорку отключаем в мясо добавляем овощи вот смотрите значит овощей должно быть примерно половина объема от мяса это выглядит как будто много на самом деле по весу они гораздо легче короче на 800 граммов мяса где-то вот 500 граммов овощей но при ужарке они там теряют в весе 20 процентов получится как раз 400 все тщательно перемешиваем вдыхаем шикарный аромат и добавляем сюда чили перчик перчик нужно немножко разрезать не нужно тут там его превращать в пыль или в труху он сам все за себя сделает добавляем сюда чили перец и сразу же сюда я добавляю томаты томаты из банки пилате или пальпа пилате целые паль порубленные моем случае пальпа видите кусочками раз они продаются везде это знаете такая итальянская тема все что на стенках в банке остается водичкой промыли все сюда отправили как видите влаги здесь немного нам нужно чтобы у нас и овощи и мясо хорошенько растушились до мягчайшего состояния поэтому у нас два варианта значит красная фасоль из банки у меня она с овощами ну какая была в общем такая подойдет здесь те же самые овощи что и там поэтому для меня не вызвало никакого сомнения использовать часто пишут не используйте жидкость из банки от фасоли слейте зачем ее сливать если вы все равно фасоль потом будете добавлять то вкус фасоли пусть тушится вместе пусть все это будет на пользу дела теперь вустерский соус ворчестер ворчестер вот ворчестера мы все должны добавить посмотрите на это объем до 1 2 и 3 3 ложки 3 столовые ложки ворчестера мы добавляем вот на 800 граммов мяса 400 граммов овощей слегка солим потом досолите в конце и нужно добавить сюда еще лавровый лист вообще в традиционном мексиканском рецепте во многих традиционных мексиканских рецептах в чили конкарно добавляется кусочек горького не сладкого шоколада мексиканской кухне вообще очень много шоколада ну или какао да я добавил лавровый лист один для того чтобы чили конкарно был коричневого цвета такой на какашку что похож стал я же считаю что какао здесь недостаточно хороший ингредиент и пусть будет у нас без какао рецепт а вот лавровый лист должен быть обязательно теперь нужно добавить сюда воду воды должно быть столько чтобы она не покрывала полностью фарш а была чуть ниже кромки тушить под крышкой 25-30 минут на слабом слабом огне для того чтобы чили конкарно прям мясо было мягкое все разваливалась чтобы можно было есть это как соус чили конкарно называют супом но от супа конечно в нашем понимании там ничего нет поэтому давайте назовем его соус и все и будет круто крышечку снимаем процесс у нас я уже попробовал пять минут назад мяско уже почти все размякла теперь сюда отправляем фасоли ну как вы понимаете да это банка банка томатов банка фасоли все делаем тут соответственно на раз-два-три-четыре на 4 порции у нас получается видите должен получиться такой густой соус фасоль у нас уже готовая варить ее там для чего-то не вижу никакого смысла бульон весь густой все прилипает ну хотите вот можете немножко раздавить фасоль для того чтобы она там больше загустила ваше блюдо добавьте в конце чуточку ворчестера как только все закипело фасоль слегка прогрелась все можно снимать теперь в самом конце нужно обязательно добавить туда сок лайма но с лайма у меня нет у меня есть лимон поэтому я добавляю сюда обязательно сок лимона потому что мы прям ну вот да по то пол лайма где-то вот такой кусок будет лайм уже маленький ну соответственно примерно по объему столько же лимона чтобы он стал кислый острый яркий кто-то любит добавлять уксус кто-то любит добавлять туда много корицы я считаю что корица все там перебивает ничего не понятно теперь проба табаско чуть-чуть остроты немножко не хватает чуточку совсем по соли все хорошо хотя вот американских ресторанах во всяких есть они у нас в россии везде вы знаете их наверняка называть не буду приносят табаско на столе стоит в люди в добавляют себе то есть само чили конкарна можно готовить без табаско потом уже при подаче добавить все пора выкладывать нужно не стесняться брать все снизу чтобы вот это вот густая субстанция такая получается ароматная с фасолью по желанию можно кстати еще кукурузу добавить кто хочет почему-то все думают что мексиканская кухня из фасоли кукуруза состоит поэтому фигачат все горочкой накладываем кто любит по суше больше выпариваем жидкости я считаю что это блюдо должно быть сочное и мощное такое вкусное ароматное чтобы аж слюни текли дальше остается дело за малым так как острота здесь довольно высокая то есть он оно острое это блюдо я соответственно предлагаю так не делают мексиканцы я предлагаю добавить сюда свежего огурца чтобы в процессе поедания у вас была свежесть и был аромат помимо всего прочего обязательный ингредиент это кинза кинзы должно быть много аромат кинзы это аромат мексиканской кухни дальше у нас обязательно сыр сыр лучше всего чеддер красный брать но у меня не было чеддера поэтому я использовал голландский это это дело что было красиво вы можете все это замешать сюда и сметана сметана это молочный продукт который гасит остроту со сметаны получается в разы вкуснее хотя это и не характерный элемент этого блюда но вообще сметана характерный элемент мексиканской кухни поэтому берете сметану повкуснее и точке ну что ж кинзу замешиваем сыр замешиваем огурец со сметаной пусть там сбоку пока находятся вообще в пивных ресторанах чили конкарны во время тушения еще добавляют горькое черное пиво чтобы вот этот вот вкус шоколада до который мы не добавляем мы не принято у нас добавлять даже если мы готовим аутентичные блюда мы не добавляем такие всякие экзотические вещи а еще оставят тарелку с на час с кукурузными чипсами и едят это все на час и руками еще это все доедает с огурцами вообще я такого не встречал сам придумал но это круто а вот сметана по мне гасит остроту а мне бы хотелось наоборот ее больше но делайте на вкус блюдо получилось нажористая такое мажорное пивное мужицкое я доволен я прям очень доволен этим блюдом ну и вы надеюсь приготовив его и выслушав мои советы получите максимальное удовольствие главное чтобы фарш должен быть мягенький живете чтобы он прям такой разваливался весь готовьте кайфуйте и приятного аппетита иногда комменты пишите да пока